Хм, добро пожаловать, друзья! Это у нас Чужие, Fireteam Elite, с вами, как всегда, доцент, и мы продолжаем. У нас, скажем так, близится дело к финалу, и надо поговорить со штабом сержанта Мореро. Я тут повыполнял некоторые задания предыдущие, нашёл разведданные, в общем, надо побазарить. Только, честно говоря, не помню, что я нашёл. Что-то на компьютерах, короче, вот в последних локациях. Чё-то там было. Чёрт, кто-то оставил ноутбук на планете? Я прикажу, чтобы его забрали. На нём все данные по нашему штабу. Штатуи вооружения, СПН, за них убить готов. Суть в том, что 40-ое ЭПМ был одним из первых подразделений, сформированных после принятия акта о защите коммунии. Полку меньше 10 лет, а значит, они про нас ничего не знают. Вот про Эндевр они, конечно, в курсе. Штурмовые корабли от глаз не спрятать, они слишком большие. Они, однако, не знают, что на нём дислоцируется 2-й батальон 33-го полка 11-й дивизии, 729 колониальных морпехов, 18 малоразумных боевых андроидов и один синтетик поддержки. Да и про битых грачей, то бишь наш десантный отряд, они тоже не в курсе. ВММ-2181 будет общаться с лейтенантом Ко. Знай, она ненавидит название этого отряда. Спасибо за инструктаж. Это, если включить уровень сложности жара, допустим, и то, как синты лезут под огнемёт и прочее. Теперь понятно. Так, ну ладно. Жалко, что тут нет такого андроида по типу вот Бишопа. Вот был бы очень кстати. Могли это. Причём, Бишоп, насколько я помню, вообще был красавчиком. Хоть к нему и с недоверием Рип изначально не относилась, но он прям молодец. В какой-то степени даже пошёл против программы, чтобы помочь ей. То есть это... Это достойно похвалы как минимум. Так, модули, всё у нас готово, вооружённо. Опасен, короче. Я купил вот этот вот автомат. А, сейчас. Штурмовая винтовка, вот. Убойная сила плюс это, но, знаете ли, особо так по дальним целям не постреляешь. Поэтому я, наверное, всё-таки буду за сумрак. И плюс я использую вот этот прицел, боевой релейный прицел. У него какая-то шляпа в плане прицеливания. Сейчас увидите почему. Он вот так вот делает. Но пуля откуда-то летит сбоку. Видите, да? Пуля сбоку летит. А не из прицела. То есть это просто тупо эффект прицела. Камера приближается. Но мы смотрим не из прицела, а из камеры третьего лица. С эффектом прицела. И поэтому пуля сбоку летит. А когда она вот так вот летит... На самом деле это очень... Очень трудно... Прицелиться по-нормальному. Потому что пуля откуда-то сбоку. Стреляешь по противникам. А она немного не туда летит. В общем, очень неудобно. Верну я вот этот прицел. И всё будет, надеюсь, замечательно. Так. Ага. Ну что у нас? Единственный выход? Поиск. И тут уже убить королеву? Ничего себе. Мы официально приступаем к поисково-спасательной операции. Синий пробились через последний рубеж синта в Катанге. Но возле улья ксеноморфов связь прервалась. Найдите их. Так. Да. Я вот всё думаю. Взять ли какую-нибудь карту? Шанс оглушить. Вот я думаю, наверное, на финальную миссию возьму-ка я карту Танк, я думаю. Наверное, надо Танк взять. Или количество кредитов. Хотя кредиты мне не особо-то нужны. Скоординированные. Вот это вот вообще, конечно. Чрезмерная сила. Игра окончена. Вот это, кстати, классно. Надо будет попробовать. Но здесь, я думаю, вряд ли. Короче, на финише я, наверное, возьму этот танк. Там задание убить королеву. С претарианцем-то еле-еле душа в теле. Может быть, взять чё-нибудь? Мина-лягушка. Давайте хотя бы одну возьмём. Мало ли. Мы официально приступаем к поисково-спасательной операции. Синие пробились через последнюю рубеж сито в Катанге. Но возле улик синаморфов связь прервалась. Найдите их. Жуть какая. Вы гляньте на эту заставку. Там сейчас, походу, вообще такая задница будет лютая. Смотрите на палубе вспышки. Следуйте за ними. Этим путём пошли синие малины. Маслины. Так. Но прежде мы сначала здесь всё проверим. Огнемёт в помощь. Эти вспышки, ну, это знаете ли... Ну, понятное дело, это обыденность, все дела. Но всё равно это как немножечко отсылает к чужим-2, где аналогичные эти оставляла рипли, чтобы по ним вернуться. Как бы нам не пришлось отступать. А нам ведь придётся отступать. Я так понял. Учитывая, что мы там собираемся что-то активировать и взорвать. Согласно заданию. Вот будет номер, если этот маркер пропадёт. Это будет круто. Так. А, кстати, у меня же этот... Блин, не могу что-ли посмотреть? Жаль. Я же там навыки перераспределил. Ну, в принципе, как и в прошлый раз. То есть у нас там этот навык добавился. Очистка помещений. Что, естественно, не может не радовать. Блин, как же хорош огнемёт, а? Я сейчас ради интереса пробую за другие классы играть. Стрелок, в принципе, неплохо. Дробовик это вообще, конечно, мощь, но... У него не такой охват, как у огнемёта. То есть огнемёт против большинства целей. Там вообще. Хорош. Воунирдом, они могут выскочить с любой стороны. Ага, из стен. Они лезут из кем? Паранойя, ваш друг, видите что-то? Стреляйте. Без проблем. Я обычно так и делаю. Ну и синты имеют альфа и бета свойства, так сказать, перед экраном маячить, перед стволом. Так. Побег. Ага. Пока с огнемётом побегаем. Ой. С винтовкой. А то всякое может быть. Вот это я понимаю. Тут, конечно, автомат есть. Я, в принципе, из него пострелял. Он достаточно хорош, но мне как бы это... Вот это вот нравится винтовочка. Очень хороша. Блин, у меня такое чувство, что здесь, наверное, всё-таки что-то есть. Пошёл вон. Эх, патроны. Так, ну-ка. Здесь, наверное, есть какие-то разведданные. Чё-то куда-то дорога ведёт. Разведданные? Ага. Синамор-взрыватель. Разведданные найденные. Здорово. А может быть и стоило тут взять. Причём некоторые... Любопытно, у них одинаковый вроде как рейтинг, да? То есть там 20 стартовый или 100 стартовый. Не, 80. Короче, не суть. У них у всех одинаковый рейтинг стартовый. При покупке. Там... Что винтовка, что... Ну, стоимость разная. Некоторые, там, большинство стоит 4600. А это 9 с чем-то. Ох ты, нифига себе. Вот это... А вот это обалденно. Они, короче, на андроиды вкидываются, что ли? Это чё за прикол вообще? Прикиньте, они на андроидов прыгают. И пытаются их это... Захавать. Ну, не захавать, яйца отложить. Вот это номер. Я первый раз такое вижу, чтобы лицехваты такой выкидывали. На палубе, да. Ага, тело. Копорол Делахей. Заберите её жетоны. Ага. Короче, понятно. Обратите внимание, приближаются враги. Обращаем. Сейчас мы здесь всё устраним. Всю возможную угрозу, которая вот... Мне вот это вот не надо здесь. Чтобы я мог свободно перемещаться. Тактически отступать. Все дела, в общем. Потому что сейчас, чувствую, полезут ребята. И надо быть готовым ко всему. Так. Засадой пахнет. Ага, здесь нифига и нету. Ну, понятно. А та дверь откроется после того, как я здесь разберусь. Ну, окей, погнали. Давайте сюда, ребят. Там ещё двое. Место, в принципе, неплохое. Пусть они здесь торчат. Ну, куда ты пошёл? К вам трутень подкрадывается. Ребята, давайте назад. Назад. Назад, ё-моё. Ох ты какой, а. Оксинааморф Плеун. Ек. Ага. Ёя-ааа. Ёя-аа. Неааааааах Тик Левун гребаный Тик Давай, хватай патроны Все Чисто, да? Нифига себе Че с аптекой делать? Ну попробуем пройти сейчас Если там ничего не будет, то я вернусь, но надо кого-то подхилить Может быть даже альфа Короче, альфу надо подхилить Пусть мне в зачет хотя бы пойдет то, что я Синтезскую задницу залечил Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте Ходу, ходу Дверь заварена, режем Блин, может быть не стояла аптечка Нам известно, что синие пошли здесь Окей Пошли, пошли Ох ты, нифига ты Как он это Стоять, куда? Проноим наш лучший друг, да? Что там, блин, это? Они на стенах Куда ты гранату кидаешь? Аааа И где они? Здорово На стенах Ой-ой-ой Ой, новый сигнал Берегитесь нападения Ёб твою мать Ох ты Ничего себе Да, тут бы лишняя аптека Как бы пригодилась Кстати, быстро навык откатился Мне очень прям радует это Ну-ка, че у нас здесь? Тут где-нибудь секрет имеется? Мне нужен секретный ящик Не, надо не забывать Этими пользоваться Стоять, стоять Вылезли Вот У стрелка, конечно Ассортимент вооружения Ну или там техник Там У техника, по-моему Есть возможность использовать дробовик Или у медика Короче, наличие вот этого дробовика По-моему, все-таки Это у техника дробовик Дает просто обалденное Преимущество ближнего боя В дальнем, конечно, ни о чем И с числом Так Так Да Уходить из еда Из ведра, пока не проснулось Еще больше Ага Да я только с радостью Ну сейчас посмотрю Может еще что-нибудь Здесь найдем Не, нихера нету Раной Ооо Так Вызываем экслипсинь Ответьте, помехия Говорит чужой, да? Очень хорошие синие были. Пришлите, пожалуйста, еще, да? Подожди. Поджечь? О, ну это... Тосить не надо. Так, чисто С, есть что-нибудь? Критически важные системы Катанги располагаются на нижних палубах. Если Эклепси не продолжил выполнение задания, он отправился туда. А если нет? Ох! Черт. Место чем-то напоминает первую самую миссию, первый приоритет. Так. Ага, вниз. А здесь тогда что? Нихрена. Но место интересное. Может быть, сюда надо будет потом идти? Они сверху или снизу? Ага. О, еще разведданные. Нормально так. Прямо огонь. По-моему, над нами. Нет. Блин, спускаемся в самую срань. Они приходят внизу. Ага. Ёпта. Так, мы продолжаем пускать этим кровь пиндеха с... Так, смола в улей кислота устойчивая. Ага. Черт, нужны патроны. Вот у подрывника, у него прямо контроль местности с этим огнеметом массовый. Для мелочи просто это... Для идеичных целей, я думаю, будет, конечно, хороший стрелок. А вот для массовых... Таких, сказать, с огромным числом тут, по-моему, это... Хотя и в... Учитывая ракетницы эти, он и в ближке бьет. Весьма недурно. Нифига ничего нету. О, патроны. Яйца. Так, надо все сжечь. Тут чисто как безумный король из игры пристала. Сжечь все! Сжечь! Бёрзэмал! Так. Пошли вон. Да ладно, только этого не хватало. Так. Сейчас полезу. Ждём этого. Красавчика. Так. Исследуем, исследуем. Должно же быть что-то. Почему нет секретов? А? Здорово, ребят. Хорошо, горите. Лучший способ развести костёр. Мелких щепок нарубить. Чужого нарубить, да? Зажигалка пока там разгорится. Вместо хвороста лучше использовать рубленого чужого, да? Чёрт. По-моему тут слезебун где-то. Чё, замочили? Блин, какие-то эти. А, так. Чё там? Ладно. Погнали. Твою мать, они уже банально на абразуры лезут. Понятное дело, то что мы приближаемся к улью по всей... Ну как, к центру улья. Самому, так сказать, святому месту. И поэтому они тут уже всё. Секрет слышу. Сигналы ведут через помосты. Продолжайте следовать за ними. Погоди-ка. Секрет. Ёптать. Так. Да завалите вы его. Стоите тут, чешите. Шарниры. Ещё разведданные? Да вы чё? Тут прям на один квадратный метр этих разведданных тут... Давай! Чё у нас тут? Многоугольный нарез. Многоугольный, ё-моё. Ой, ребята, чё-то там вообще жопа какая-то. Слушайте, может быть, хоть как-то можно... Да, никак не можно. И где я теперь патроны пополню? Ближайшая консоль активна. Не подключите меня. Не. Не подключу. Мне патрон найти надо. Чё-то, блин, такая локация прям... Туда хочешь иди, сюда иди. Куда хочешь иди? А, я понял. Сейчас будет Last Man Standing. По всей видимости. Ох ты. Вау! Так, надо хильнуться. Потому что сейчас будет жёстко. Вот место неплохое для обороны, кстати. Нажали и ждём. Пусть идут массово, мы их всех зажарим. Давайте, давайте, давайте. Сюда, 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 сюда. Прикройте Эстер, пока нас ламывает. В смысле, как её прикрыть? А как я прикрыть должен? Так. Ага. Охерительно прикрыли. Хлопцы, давайте-ка сюда. Так. Так. Придурок! Придурок! да ой блин солдат а а а а не а не ну жги так мина себя показала хорошо давай давай давайте сюда ну сюда ну ё-мая ну не идите вы вперед ой блин так оба на какое а смотрите что творит прямо это о мимо есть ага а а че еще за напасть страж гнезда а 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 Ну, погнали. Приближаются ксеноморфы. Назад, назад. Назад! Блин, устроил тут. Фаер-шоу. Пойду патроны возьму теперь. Как же вы надоели, да? Ладно, давайте идем. Всех тех, кто там сзади, допинаете. Эклипсинь, вы там? Ну, по-моему, все. Ух, еб. По-моему, ребята торжественно отъехали. Ох, еб. Блин, они когда атакуют, это вообще, конечно. Сзади, что ли? Резать дверь. Ага, засадой запахло. Блин, вы там что с потолка берутся. Вот тут, наверное. Ох, еб. Ох, еб. Ох, еб. Непонятно. А где он тогда сидит-то? Его вообще не видно. Зади, ксеноморфы. Так. Отследить отраженный сигнал. Ну, давайте отследим. Команда, вы... Маслина! Маслина, мы слышим тебя, мы близко. Мы рядом, мы близко. Прием! Ничего, один магазин, не могу, кровь. Ох, еб. Кишки! Держись, Маслина, мы идем. Так. Так. Ха. Ладно. Так, надо накид. Ё! Вот это вот надо все раздолбать здесь. Так, ёптать! Так, эти, а? Живучие! Пошли вон. Они приближаются! Так, шевелите задницами, вперед! Куда вперед? Патроны нужны. Рядовой Рачинский. Ну, понятно, почему он кони двинул. Ха. Так. Ха-ха. Самый топовый боец, видимо, был. Рачинский. По-моему, бойца с таким этим брать, это... Уже дело пахнет керосином. Диус-ты-гварды. Так, Малина близко, верните ее домой. Да, по-моему, все. Малина, там что-то один магазин. Все очень плохо. Подготовиться к бою. Есть сигнал по последнему передатчику. Исходит из этой планеты. Так. Они так сейчас и будут, видимо, сюда запрыгивать. Ага. Он что-то лапами махать начал. Поздороваться, что ли, захотел? Поздороваться, что ли, захотел? Ласт мэн стендинг. Скорее, буду добраться бы до... Во. Это младший капрал Малина. Где капрал Малина? Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Да. Горость печаль. Короче, будем обороняться. Обороняться будем, наверное, вот отсюда. Ставлю пулемет. Короче, вот сюда вот. Вот так, наверное, я поставлю Пусть хотя бы Или как-нибудь Как его поставить-то? Короче, пусть пулемет здесь стоит Он будет это Шанс надежды Так Че у нас тут еще? Приоседка И сжигательные патроны Ну, спасибо вам, мать вашу Пулеметов дополнительных, видимо, нет Не было и не будет Так, надо проверить, че у нас тут внизу Разве данными так и не пахнет Ну, я че-то и так их, конечно, очень много бы насобирал, на самом деле Просто охренеть, как много Давай берем жетоны Мы были так близко Один чертов коридор Урак, сверху! Так Ну, давайте, ребята, я В вас верю На минимальной высоте Давай-давай-давай, Бетта Бетта, ты молодец Бетта, молодец О, ребята Просто супер Тритерианец Ух ты, ёптать Вау Че творит? Боже, он хорош Че, ребята Давайте сюда Сюда, ёмное Убьют же нахер Слушайте, ну, Тритерианец, по-моему, обалдел, когда сюда зашел Он аж это Ох, тут дохера у вас обороны Да куда уж расслабляться Я могу Ой, блин Ой, блин Ой, блин Так Если кто-то подойдет сюда вплотную Мы Взорвем бомбу Стража-женезда Еще приятнее Так Ох, ему понравилось Так, страж-гнезда Закономерно охренел Я тебя плюну Отнимай группу У нас новые приказы Поскольку синие палит Теперь мы отвечаем за эту операцию Ёптать Вы уничтожите эту дрянь Ага, ёптать Так точно Стои... А, блин Я че, не могу подлечить? Да, не могу Ну ладно Все, спускаемся в ад Нужно поставить еду в цикл перехвата Значит придется спускаться вниз В самое сердце гнезда Так, че я взял? Пистолет, пулемет, который нафиг не нужен Так, 800 Дрон для оценки Многоугольный Так Вот это вот тема прикольная Скорость стрельбы Эффект может быть только раз Ну-ка стойте Ааааа Это можно поставить на этот? Ксеноморфы перебили отряд синих Их задание теперь на нас Вы отправляетесь в центр Роя Ваша задача заминировать завод А потом подорвать его Взрыв уничтожить королеву клопов Всех ее детенышей И вас, если не будете действовать быстро Будем действовать быстро Я просто сваливаю на вендевр Ха-ха-ха-ха Ищите других синих, да? На этом На этом наши полномочия Все, окончены Тут вон со сколькими побазарить-то надо Так Сначала посмотрим, что у нас здесь У нас стоит вот этот вот ствол Замедлить противников 20% шанс Есть нарез Скорость стрельбы Вот это вот вообще классный 50% В Ре получает 10 урона В течение 5 секунд Только раз в 15 секунд Может срабатывать Вот, честно говоря, даже не знаю Дополнительно 10% Урона Скорость стрельбы Раз в 15 секунд Ну, давайте возьмем этот нарез В принципе, неплохо Так Че там по эмоциям? Нафиг мне эти эмоции Че это осмотреться? Да И ближний мой Пистолет, который нафиг никому не срался И прицел, который че-то и не особо и нужен Ну, давайте поговорим с этими ребятами Кто-нибудь распечатайте брошюру по оружию Хаббердайн Системс На бумаге Весь свой бизнес Хаббердайн строит на виртуальных продажах Они ничего не производят Просто продают лицензии на производственные чартежи Баллистическое программное обеспечение По твоему приказу они отправляют файлы через гиперимпульс Ты загружаешь их в собственные фабрикаторы И отправляешь на печать Слушай, я знаю, что Хаббертайн технически наш враг Поскольку производят пушки для Союза прогрессивных народов Но они знают, как вести дела Немногие колонии на геадах имели тяжелую промышленность И им не хватало грузового транспорта Но каждый авантостер располагал универсальными коммерческими фабрикаторами Хаббердайн знает, откуда ветер дует Вот почему они сохранились как государственная компания СПН Тогда как другие мегакорпорации геад были нациализированы Спасибо за инструирование Так, погоди, мне тут надо Там со многим надо побазарить Но я хочу вот с этими потрясать Им есть что сказать Полковник Шип Марпех, говорят тебе попалась поврежденная броня на бороду Катанге Ого, да ее не просто кислотой сбрызнули А будто в луже замачивали Наверное валялась рядом с трупом взрывателя На земле тоже полно ядовитых тварей Лягушки, древолазы, желтобрыхи, тритоны, синекольчатые осьминоги, руководство колонистов и так далее Если хищник укусит одного из них, то сдохнет Ксеноморфы взрыватели поднимают лозунг к рискнина субить на новый уровень У них подкожие пузыри с кислотой под высоким давлением, которое взрывается после смерти Идеальный пример стратегии выживания ксеноморфов Смерть одной особи не важна, если остальное улей продолжит существовать После смерти взрыватели наносят урон врагам улей, поэтому они бросаются в атаку на самоубийство на коротких дистанциях Такой ксеноморф раньше не встречался Должно быть, это один из видов существ, проживающих на АЛА-895 Не терпится его ист Спасибо, что просветили, полковник А как же колониальные морпехи, Эллинс? Там же ведь тоже были какие-то эти, камикадзе вроде как А, там плевались, там радиоактивные, радиоактивные там были Из-за взрыва, причем в фильме взрыв там сжахнул так, что там все как будто разлетелось А потом оказывается, что в принципе вроде как бы все и живы Там, ничего так, немножечко потрепало, но в целом вроде как все, это нормально А, четко пропоративные разведки, недавняя активность на границе союза погрессивных народов В РСКН тоже этим обеспокоены, Эспейн был соперником Соединенных Америка нашим номинальным союзником в империи трех миров больше половины прошлого столетия Столкновения с космическими войсками Эспейн происходят довольно часто До восстания на гиадах в 50-х и 60-х годах ситуация была спокойнее Оставленные без внимания злоупотребления корпораций в колониях подтолкнули к формированию антикапиталистических взглядов Эспейн Если кратко описать текущее положение дел, то мы обладаем самой мощной промышленностью, а наши союзники из ЭТМ лучшими технологиями, однако у Эспейн преобладающая численность населения Морпехи называют силой Эспейн прогами, они же зовут нас корпоратистами Спасибо за инструкция На хера мне все это, я сейчас тут к чужим отправлюсь, волей Но знания о Эспейн и там в союзах и Хаббердайн Системс, это очень надо, прямо вообще Так, ну вот это конечно круто, что у меня тут вот эти вот есть Дроны всякие и т.д. и т.п. и прочее Винтовка жалко не особо улучшилась Ну да ладно, ну думаю давайте-ка короче здесь тогда мы закончим И продолжим уже рвать и метать и судя вам по заданию Ввалить королеву, все это уже будет в следующей серии Ссылка на плейлист, группу, ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые и интересные прохождения Не включая прохождение по вселенной чужих и их извечных врагов-хищников Снизу в описании под видео, рекомендую к просмотру С вами как всегда был Доцент, пока-пока